Всем мау мау, с вами Чешир. Ну что, вот и пошел обратный отчет до старта классики. В связи с этим туман войны над секретностью начинает рассеиваться. И вот совсем недавно заанонсили, что же будет в первом сезоне Путидаева, так называемом батл пассе. Сейчас быстренько в этом всем разберемся и поймем надо оно нам вообще или нет. А перед началом как всегда не забудь подписаться, прожать свой осенний лайкосик, а также проверить всякие полезные ссылки в описании. Там и наш дискорд, телеграм, вк и всякие дублирующие площадки. Всем заранее спасибо, а мы погнали. Для начала, для всех негодующих, а как это батл пасс донат ко ко ко. Да, теперь вот так вот. Корейцы внедрили его во все свои проекты дай боже года как три и теперь активно его используют. Сама идея батл пассов стара как мир, ей уже более 10 лет. Ее можно встретить на данный момент практически во всех играх. Еще раз, батл пасс в айоне это исключительно корейская фича и на всех регионах она плюс-минус одинакова. Для тех кто совсем не знает что такое батл пасс, тут все просто. Это набор достаточно легких заданий, которые делаются по мере ваших рутинных занятий в игре, за которые вы получаете определенные очки и продвигаетесь по этапам этого самого батл пасса. За определенные этапы вы получаете разные вспомогательные плюшечки. Этапы делятся на два путя, бесплатный и платный. Соответственно, покупая платный путь вы получаете больше плюшечек, плюс все плюшечки от бесплатного. Также если вам уж совсем в лом шевелить своей попой, то этапы можно просто тупо докупать и тем самым закрывать батл пасс. Итак, давайте рассмотрим первый сезон пути дайва, так они его называют. Тут небольшая ремарочка. Скорее всего, но это не точно. Второй, третий и так далее сезоны особо отличаться не будут, по крайней мере какое-то время. Тут все зависит от корейцев. Значит длится он будет период доступности наград с 6 сентября до 4 октября. Бесплатные этапы нам досконально не показали, но по сути все это не особо отличается от того, что мы уже видели на других регионах. Как я и говорил, корейцы не делят батл пассы по разным регионам. Тут у нас всякие свитки, скорость бега, атаки, касты, конфеты, чуть баночек и так далее. Примерный скриншот полностью того, что внутри и платного и бесплатного батл пасса на экране. Но давайте все таки более пристально посмотрим на платные награды. Их нам конечно показали. Эмбриончик на 30 дней с доп ячейками. Серега темного облака дает чуть хп и мп. Тут также свитки вносаны драубниры, я так понимаю по одной штучке. Титул покорителя трей 15 дней дает скорость атаки касты и бега. Ну вот это кстати прикольно. Пару ящиков с волшебными маг камнями. Их там прям совсем крыполя по одной штучке. Всякие косметические эмоции, действия, также краска, внешка шапки под основную внешку для батл пасса. Амулет на 20 процентов опыта и льготы управляющего. Я так понимаю тоже все по одной штучке. Ну и серебряные, золотые и платиновые монетки. И за все пройденное эмбрион светокрыла на 30 дней орет, если видит врага аккуратная школьная форма. Ну типа основная внешечка этого батл пасса. И свиток титул путешественника треи также на 30 дней. Титул конечно хорош для прям таких ярых пвпшников. Но чутка беда отсутствует в нем скорость атаки каста. Ну и правильным. Иначе бы этот титул был бы совсем имбельщий. Как видите супер дупер труппер чего-то мега ценного в нем нету. Да, приятности есть. Внешечка, тот же титул на 15 дней в начале хорошо зайдет, облегчит ковыряние мобов. Пвп титул в конце для пвпшников наверное тоже норм. Но в целом такое себе, те же монеты нафиг не нужны, так как по квестам вы получаете уже готовую экипировку. Камни из гульки нос, а амулетик и льготы по одной штучке, ну смешно же. Насколько я понимаю этот батл пасс еще прям со старта классики в Корее, это когда 2,5 года назад было. И сами корейцы его так и не адаптировали под регионы и под то, что у нас как бы стоят чуть ускоренные версии. Ну и цена платного пути 1320 кюна, а это примерно от одной до полутора тысяч рублей. Так как курс кюна к рублю будет варьироваться от того какое количество этой самой кюны вы покупаете. Собственно, главный вопрос, а нужно ли оно вам? Тут ответ простой. Каждый смотрит на свои возможности. Если вы шейх и для вас вообще это не денежка, то да, конечно вы возьмете и без моих зеленых соплей из серии, а почему бы и нет. Если вы среднестатистический игрок, то тут действительно все зависит от вашего кошелька. Если вы хотите побаловать себя капельку на старте и вы можете себе это позволить, берите. Если вы все-таки задумываетесь о цене, то ответ однозначно нет, оно вам не надо. Там нету прям мега какого-то буста, который покрывает его стоимость. То же и касается совсем новичков, которые первый раз вообще придут играть в Айон. Упарываться и отдавать последние свои кровные на это не нужно. Главную мысль, которую хочется донести, упарываться, экономить на обедах, есть только гречку ради того, чтобы взять этот батл пас не нужно, оно не стоит того. Это как в жизни, например, смартфон. Можно купить ксиоми или самсунг, а можно купить айфон. Причем сейчас речь идет не просто о разнице между андроид и эппл. Тут как бы каждому свое. А разница в том, что вы покупаете айфон в золотом оформлении с инкрустацией бриллиантов из жопы носорога, занесенного в красную книгу. Можете себе это позволить и вам будет от этого хорошо и приятно? Покупайте. Не можете? Совершенно не нужно упарываться и покупать это. Более того, не стоит расстраиваться, что вы не можете себе это купить. Оно нафиг особо и не упало. Надеюсь подробно и понятно донес мысль. Скоро встретимся на просторах Айона. Купите себе лучше фруктиков, а то лето закончилось и надо как-то витаминками в последние дни запасаться. Приятного всем аппетита. Не забывайте про лайкосики и всем пока. Пока.